Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Богу Святому, Слава Богу, Слава Богу. Аллилуйя, лишь к Тебе мой Дух спешит. Как олень жаждет к водам тихим, так душа моя жаждет к Тебе. Ты один лишь желание сердца, жизнь и свет в моей судьбе. Аминь. Как олень жаждет к водам тихим, так душа моя жаждет к водам тихим. Ты один лишь желание сердца, жизнь и свет в моей судьбе. Крепость Ты моя ищет мой, лишь к Тебе мой Дух спешит. Ты один лишь желание сердца, я склоняюсь пред Тобой. Крепость Ты моя ищет, лишь к Тебе мой Дух спешит. Ты один лишь желание сердца, я склоняюсь пред Тобой. Аллилуйя, аллилуйя. Мне нужны все богатства мира, только Ты даешь мне покой. Ты один лишь желание сердца, я склоняюсь пред Тобой. Ты один лишь даруешь радость, только Ты, спаситель мой. Аллилуйя. Аллилуйя. Крепость Ты моя ищет, лишь к Тебе мой Дух спешит. Ты один лишь желание сердца, ты один лишь желание сердца, я склоняюсь пред Тобой. Аллилуйя. Крепость Ты моя ищет, лишь к Тебе мой Дух спешит. Ты один лишь желание сердца, я склоняюсь пред Тобой. Аллилуйя. Аллилуйя. Крепость Ты, аллилуйя, да. Ты, как царь, правишь всей вселенной, Ты мой друг и брат, ты мой. Я люблю Тебя больше, На свете быть моим я. Я – Шскором �ению креи, ЯБーしwen. Аллилуйя, да. Слава, 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 слава Тебе, святое, слава Тебе, слава, слава, слава. Я – Колы. Аллилуйя. Гуля, гуля, гуля иди сюда. Гуля, гуля. Здесь свет, защищ weniger дети и тренировка. Вот там ветер сильный Даже голубь сносит, представляете Да Да, спасибо Господь тебе за все Спасибо, спасибо, спасибо Благодарю тебя Благоставляю великое имя Твое Благоставляю Благоставляю тебя Господь Аллилуйя Как олень прагне до потоков Так душа моя прагне тебе Я желаю тебе сказать, что я так люблю Я люблю тебя Як олень прагне до потоков Так душа моя прагне тебе Я желаю тебе сказать, что я так люблю тебя Ты один моё сердце знаешь В него ты любовь вливаешь Я желаю тебе сказать, что я так люблю тебя Ты один моё сердце знаешь В него ты любовь вливаешь Я желаю тебе сказать, что я так люблю тебя Простягнув ти пробиті руки И от смерти мене врятував Щоб звільнити мене Щоб звільнити мене Від муки на хресті Від муки на хресті Ти кров проляв Аллилуйя Аллилуйя Зважаю тебе Сказати, що я так люблю тебя Щоб звільнити мене Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благословен Господь наш, Царь наш, Владыка наш, благословен Ты действительно как этот источник воды Ты действительно как для всех, для всего сущего И даже эти голубки, и птицы небесные, да, и звери земные Все-все-все люди, все действительно изнемогают Когда от обезвоживания, когда нет воды этой Но Господь, мы наслаждаемся, пьем эту воду Потому что мы из воды созданы Тобою и водою, Господь Божий И более того, даже первый мир погиб водою, Господь Но Господь, Ты действительно источник воды Ты живой, святой для наших душ Боже, и к Тебе, Господь, стремится душа человеческая К Тебе, к Тебе стремится все сущее Слава Тебе, Господь, слава, слава, слава Благословен Ты, Царь наш Благословен Господь, благословен Аллилуйя, Аллилуйя Как олень жаждет к водам тихим Так душа моя жаждет к Тебе Ты один лишь желание Сердца жизни, свет в моей судьбе Аллилуйя Аллилуйя Слава Тебе, Господь Святой Слава, слава, слава Благодарю Тебя, Господь Благословляю имя Твое Святое Благословляю, благословляю Аминь, аминь, аминь Братья, сестры, благословляю Вас Добрый вечер всем, возлюбленные Дети Божьи, добрый вечер Благословения всем вам Да, приветствую всех с Киева Вот, молюсь сегодня Этим вечером, да, благословляю Киев Благословляю Украину Молюсь о духовном пробуждении И других стран бывшего Вот, окружающих стран бывшего союза Пусть это духовное пробуждение Огромно набирает силу Это действительно великое чудо Духовное пробуждение народов Но в эти последние дни Господь действительно Хочет изливать Духа Святаго на всякую плоть Как сказано в слове, да И уже не просто местечковое пробуждение Не просто отдельных стран народов пробуждение А глобальное пробуждение Вот что сегодня на носу у нас Добрый вечер, шалом берута пишет, да Добрый вечер, да Ольга пишет, добрый вечер, дорогие друзья, да Сестры, дорогие Кстати, сегодня у нас завершается месяц Третий месяц библейского календаря Ну, в Библии он просто называется третий месяц Вот, и сегодня вечером Начало уже нового месяца Новомесячья Нового месяца Который в Библии называется тоже просто четвертым месяцем Четвертый месяц Поэтому, когда в Библии там написано, допустим, вот Третий месяц, да В третий месяц, допустим, да Было то-то и то-то То мы понимаем Это идет речь вот об этом месяце Завершающемся сейчас Последние часы этого месяца Вот А если в Библии говорится о четвертом месяце Допустим, в четвертый месяц царитом собрали Самое прочее То, значит, идет речь вот о наступающем месяце Да, четвертом месяце Вот, потому что сам Господь Всесильный дал Такое повеление однажды 3332 года тому назад Он дал повеление Чтобы от месяца Он сказал месяц Ниссан Да Месяц Авиф Да будет у вас начало месяцев года Поэтому, да, библейские все исчисления Вот они от нашего исхода От месяца Ниссан Или же Авиф Авиф, Ниссан Спасибо, Господь Тебе, Святой Спасибо, спасибо, спасибо Да Вот еще один месяц Третий месяц А третий месяц Сейчас Завершающийся Вот последние часы этого месяца уходящего Да Этот месяц завершающийся Он для нас Месяц Шевоот Месяц Пятидесятницы Месяц Пятидесятницы, да Потому что В начале этого месяца Как раз всегда выпадает на Пятьдесят Пятьдесятый день выпадает Как раз на третий месяц Спасибо Тебе, Господь Спасибо, спасибо Излияние Духа Святаго Произошло как раз, да На первую церковь На первую общину верующих Месянская община Небольшая была община Человек сто двадцать Но с этого небольшого ручейка Огромная река Царства Божьего Царства Невестного Распространялась и распространяется По всему лицу земли С церковь Бога Живаго Столб и утверждение истины Аллилуйя Поэтому, да, этот месяц Можно назвать месяцем И рождения церкви Месяцем излияния Духа Святаго Месяцем дарования Торы Тоже мы называем ее Потому что именно в этот месяц Тоже была дарована Тора Вот, а наступающий месяц Четвертый месяц Он тоже ознаменован Библейскими чудесами В Библии много что произошло Именно в четвертый месяц Иисус Навин там, допустим, молился Да, значит, там, значит И молитвы Молитвы многих героев веры Были как раз Описано в Библии Происходили в четвертый месяц Написано Да, и солнце остановилось Тоже в четвертый месяц Да, представляете Слава Богу Да, написано в Библии Как раз, да, об этом Интересно Спасибо Господь тебе за все Спасибо, спасибо, спасибо Благодарю тебя За милость и благодать Спасибо за этот уходящий месяц Сейчас, да Поэтому расходишь сейчас Новомесячие И в Библии говорится, что При воцарении Машиаха При втором пришествии Иисуса Христа Новомесячие будут Ну, не просто государственными праздниками А праздниками всей земли Потому что из месяца в месяц Будем поклоняться Из суббота в субботу Будем поклоняться Господу Богу Аллилуйя В тысячелетнем царстве Так что уже готовимся Можно репетировать уже Можно приступать к репетиции Да, прямо сейчас Новомесячие Да, и в шафары трубиться Но у меня шафары здесь нету Вот, но Можно хотя бы запись найти В принципе, в интернете Много записей шафаров Вот, молитва Благоставляющий новый месяц Наступающий новый месяц Вот, новый месяц Наступающий Сегодня вечером Да, значит Четвертый месяц В Библии называется В еврейской традиции Он имеет название такое Нехорошее Не очень хорошее Вообще не хорошее название Называется Томуз Месяц Томуз Но почему не хорошее название Потому что это Имя языческого божества Значит, да В нашей церкви Это месяц Назван месяцем даров Духа Святаго Владислав пишет А, здорово Слава Богу Слава Богу Вот сегодня как раз Начинается этот месяц уже Да, вот сегодня как раз Вечером Начало этого месяца Вот И Ну, почему в еврейской традиции Имеет название Очень плохой Этот месяц наступающий Месяц Томуз Называется Потому что это Имя языческого божества Да, это тот самый Фомуза О котором Библия Рассказывается Тоже Языческое божество Вот Женщины плакали По Фомузе Значит, да Значит И это Культ Богородицы Древний Еще известный За тысячу лет До нашей эры Семирамиды Сыном Фомузы На руках Вот Это еще Вавилонское Нечестие И название Самого месяца Вот Такое взято Нечестивое Для чего Я так рассуждаю Для покаяния Израиля Для действительно Напоминания О том Что действительно Из чего Бог нас спас От чего нас Он спас И напоминание И предостережение Чтобы мы Не подвергались Игу рабства Чтобы мы Не становились Идолопоклонниками Вот И это напоминание Такое Для всех евреев На самом деле По всему лицу земли В названии В самом месяце Уже есть уже Заложен вот этот вот Призыв такой Будьте осторожны Евреи Будьте внимательны Дети Божьи Будьте внимательны Будь внимателен Народ Божий Не обращайся К идолам Убегай Идолопоклонству Убегай Идолослужения Да Это очень важный Призыв такой Поэтому да Именно после Месяца Дарования Торы Дарования Духа Святого У нас месяц Такое Предостережение От идолопоклонства Да Месяц Томуза Или месяц Фомуза А так В Библии Просто четвертый месяц Называется Четвертый месяц Да Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо Поэтому да Сегодня Завершение Сегодня 13 Сегодня у нас 30 число уже 30 число Месяца Сиван Третьего месяца В завершении Да И начало Сегодня вечером Уже первого числа Месяца Томус уже Четвертый месяц Ну В Киеве Облачно И буря Мглою Небо кроет Там Ну не снежные вихри Но тоже какие-то вихри Там крутя Уже Вот Поэтому Вряд ли сегодня Новолуние мы увидим Здесь в Киеве Ну может кому-то больше повезет В Израиле Допустим Или где-то еще Может в Литве Будет ясное небо Что сегодня Ночью Вот Или в Казахстане Ну Одним словом Кому повезет Тот увидит Сегодня Зарождение Новой Луны Увидит Новолуние Сегодня Новомесяч Вживую Прямо Да Новый месяц Да Мы в Киеве Вряд ли увидим Хотя кто знает Бог может разогнать Эти облака Да И ночью Да Слава тебе Господь Спасибо 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 тебе Святой Спасибо Спасибо Благодарю тебя За все И за эти предостережения Твои Действительно Даже в календаре Израиля Действительно Есть вот эти предостережения Призывы такие Да Действительно Быть осторожным Как и в слове сказано В Новом Завете Сказано Друзья Убегайте Идолослужения Да И просто избегать этого надо На самом деле Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо Слава тебе Слава тебе за все Аминь 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 Аллилуйя Спасибо Господи За все Спасибо Царь вселенной Всей Благодарствуй с нами Благодарю тебя Господь И этим вечером Сегодня совершаю Хлебопринамление Рассуждаю о теле Крови Христа Действительно Да Я Снова и снова говорю Да Мое сердце Твой дом Мое сердце Тебе полностью Принадлежит А твое сердце Полностью Мне принадлежит Твой дом Мой дом Мой дом Полностью Твой дом Да Так именно говорю, так именно рассуждаю, так именно верю. Спасибо тебе, Господь, за все. Спасибо, спасибо тебе, Святой. Благодарю тебя, Господь, за все. Благодарю. Благоставляю великое имя Твое. Аллилуйя. Как олень жаждет к водам тихим, так душа моя жаждет в Тебе. Ты один лишь желанье сердца жизни свет в душе моей. Аллилуйя. Как олень прагне до потоков, так душа моя прагне Тебе, я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе. тебе. Тебе, один моє серце в серце знаю, в нього ти любов вливаєш, я бажаю тобі сказати, що я так так люблю тобі слава слава, слава тебе не знаю, врятли ми увидим сегодня все небо заволокло полностью такими очень темными облаками свинцовыми такими да, именно свинцовыми буквально свинцовыми да, и там брат писал как раз что по поводу идолопоклонства сравнивается с прелюбодеянием да, это на самом деле многобожие в большей степени и в меньшей степени идолопоклонства да, чаще всего когда говориться многобожие вообще фомуза, тамуза, тамуза это больше даже не от идолопоклонства честно говоря предостережение здесь а больше от многобожия хотя в принципе это хрен редкий не слаще, это в принципе очень схожие проблемы но все-таки есть разница некоторая, все-таки есть некоторая разница и я давайте об этом немного расскажу завтра расскажу еще даст Бог Господь усмотри вообще на протяжении месяца Фомуза, Томуза, я хочу об этом говорить, то есть на протяжении всего наступающего сегодня месяца я хочу об этом говорить и семинары тоже и такие проводить здесь дай Боже, чтобы помещение нашлось какое-то здесь поблизости хочется здесь на левом берегу чтобы тоже и наши могли, чтобы собраться тоже братья, сестры ну и вообще пригласить людей тоже на такие семинары вот и ну смысл такой, что многопожие это гораздо ну это самое первое с чего все начинается собственно отступничество многопожие это оно сравнивается с блудом на самом деле сравнивается с супружеской неверностью потому что когда человек он молится кому-то еще помимо Бога многопожие оно чаще всего связано с идолопоклонством но не всегда не всегда бывает, что человек молится к нам богам к другим богам не используя никаких изображений вообще и даже гнушаясь идолов и даже отвергая всякого рода религиозное творчество такое, значит в искусстве когда человек молится кому-то еще помимо Господа взывает кому-то помимо Господа то есть открывает самое интимное в себе в своей сущности да свое сердце свой дух открывает пытается открывать для кого-то еще и кого-то еще вместить помимо Господа вот это называется уже прелюбодеянием и Израиль когда начинал молиться другим богам иных богам евреи не забывали об Иегове они помнили Бога Авраама Исаака Израиля безусловно но начинали молиться Бог молчал порой да и молчит порой и в этом молчании есть что-то порой зловещее и евреи начинали молиться кому-то еще искали на стороне иных богов кодили и молились иным богам и вот это в глазах Всевышнего Бога действительно напоминает супружескую неверность потому что человек извращает всю свою природу абсолютно и весь мир извращает тем самым потому что наше сердце наш дух наша душа наше естество само наш человек внутренний он создан для Бога создан Богом и для Бога и когда человек самый интимный самый сокровенный в себе он пытается открывать кому-то еще помимо Бога просто включается система самоуничтожения разрушения саморазрушения это ужасно и поэтому именно самое первое что Бог запретил народу своему давая заповеди то есть давая ограничения стены изгородь такую делая для чего забор он не просто для декорации не просто для красоты и не для того чтобы допустим там ну не знаю стаду допустим да овечкам было трудно жить наоборот как раз вот этот заборчик делается да забор делается вокруг да значит как раз для безопасности в целях ограждения вот этих овечек самых как раз чтобы обезопасить их и вот заповеди они порой кажутся забором ненужным человеку кажутся порой чем-то таким что ну раздражает человеческого внутреннего человека даже это мол рабство ограничение зачем для чего вот да открывается кому-то другому значит сокровенно нельзя говорить другому человеку человек тоже может стать идолом Оля пишет не не здесь ну в чем-то да но вообще не об этом идет речь другому человеку нет если вы другому человеку открываете с верой в то что этот человек он решит все ваши проблемы то это да это идол поклонство будет сто процентов вот это будет и даже элемент многобожий будет на самом деле тогда если вы всей душой верите что этот человек именно решение всех ваших проблем абсолютно тогда это будет многобожий да но человек когда он молится молитва это немного не просто рассказать о том что у тебя на душе что творится молитва это нечто намного большее чем просто рассказ или поделиться делиться можете с кем угодно вообще чем угодно хотя тоже надо очень осторожно знать с кем делиться и не сразу делиться Иосифу там были откровения грех его был в чем-то недостаток он шел и сразу все рассказывал и сразу все язык такой без костей хотя да еврей но еще много языческого было в нем язычники, языки вот такие и кто его за язык тянул раньше времени все это рассказывать наговорил и вызвал только лишь негодование братьев порой многие вещи которыми мы делимся с другими людьми они лишь вызывают с нашей точки зрения другую противоположную реакцию совершенно, потому что мы не знаем что внутри других людей но я сейчас не об этом совершенно а о том, когда человек молится он просит избавления он просит решения проблем этих он действительно доверяет он, я вот как в прошлом опытный многобожник могу этим поделиться в принципе много чего знаю об этом потому что в моем прошлом христианстве действительно я был очень опытным весьма опытным многобожником я жил в этом и в храме где я служил настоятелем был в традиционном православии вот до 96 года даже стен газету такую вывешивал я там она называлась так какому святому в какой нужде молиться то есть это я сейчас я понимаю что это как бы краткий курс начинающего многобожника по сути это ну это провокация к многобожию как раз толкача к многобожию но тогда я это все за чистую монету принимал и сам я молился кому я только не молился и со слезами молился и притом видел чудеса от этих молитв то есть я ну гонусапиен человек разумный я причинно-следственную связь прослеживал вот я молился допустим к Богородице молился к святым к некоторым да к особенным святым отвечающим на мой взгляд допустим не на мой взгляд она по мнению моей церкви моей конфессии отвечающим за такие-то допустим такие-то вопросы вот и эти вопросы разрешались и я конечно же связывал это вот с этими молитвами конечно Богу слава имелось ввиду Богу слава все-таки но но здесь Бог был в стороне а доминантой было именно вот имена этих святых умерших да значит или Марии Матери Иисуса которую я называл тогда ужасно называл именами такими богохульными называл Богородицей Царицей Небесной Матерью Божией там и прочее 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 вот это было в моей жизни да и я как сейчас я понимаю я был тогда опытом таким многобожником на самом деле и даже в соборе в Борисе Глебском там в Рязани в 91 году часто там Акафис читал Богородицу допустим я не мог дочитывать его там отец Иоан все меня подстраховывал он брал Акафисник и дочитывал потому что я начинал плакать просто и не мог с собой совладать потому что настолько присутствие Марии я ощущал как матери как именно и святых и это благословение с одной стороны сердце тает с одной стороны слезы на глазах и переживание это благодать и как бы я понимал благодать но на самом деле дьявол мастер подделок понимаете вот это очень схоже да не тоже совсем вот в христианстве в историческом христианстве да многобожие оно вот поэтому месяц тамуза надо об этом говорить напоминать христианам очень сильно даже больше чем евреям надо напоминать христианам поэтому да в этом четвертом месяце надо об этом говорить обязательно вот многобожие это очень страшная такая как раковая опухоль и да Да, мы все поступали по неведению, а познали истину и свободны, Алла пишет. Аминь, аминь, да. Слава Богу. Вот, и сегодня, об этом тоже раз упомянул, то надо на самом деле. Вот, тем более, что, если, допустим, в православии, в католицизме, это проблемы, как раз это до боли знакомо, Владислав пишет, да. Да, если в православии, в католицизме это все очень выпукло, да, и в открытой форме этой болезни существует, в открытой форме, там, знаете, вот есть болезни открытой формы, там даже не надо быть специалистом таким, сразу видно издалека, это больной человек. Вот, когда христианин молится кому-то еще помимо Бога, запомните раз и навсегда, друзья, когда человек молится, христианин, да, молится помимо Бога кому-то еще, он, каким бы он ни был духовным, каким бы он ни был высокообразованным человеком, интеллектуалом, не верьте ему, это многобожник. То есть, он сам того не понимает, чаще всего, процентов 99,9 человек действительно не отдает себе отчета. Хотя есть люди и уже осознающие, вот, как тот Валаам, да, муж с открытым оком падает, да, и видит все, и падает, и не может ничего сделать. Или как Лот, который сидел в Содоме, да, мучился каждый день, чего ты там мучаешься вообще, чего он там мучился вообще? Ну, вот есть такой садомазохизм религиозный, вот он, Господь терпел и нам велел, вот он сидит, мучается, терпит, там, терпилово такое религиозное, терпилово, ну, все-таки, да, какой-никакой, но это все-таки же моя церковь, да, вот сидит он и терпит, терпит и терпит, терпит и терпит. Такой религиозный садомазохизм, вот, и таких я знаю священников тоже, и знал таких, тоже такие, как Лот, сидят вот и мучаются в праведной душе своей, каждый день мучаются, каждый день мучаются. Великомученники, что там мучиться? Встань и выходи оттуда, там уже дураку ясно, что делать тебе нечего там уже, вот, нет, он сидит и мучается, сидит и мучается. Ой-ой-ой, вот такие Лоты, Лоты вообще, как бы, это как отец верующих по плоти, будем так говорить, да, значит, плотских верующих, заблудших верующих. Если Авраам отец наш, он отец верующих именно по духу, да, и отец верующих именно в благодати, отец верующих именно, идущих за истиной, да, то Лот, он отец верующих именно по плоти, идущих, ведомых глазами плоти и прочее, прочее, прочее. Вот, и, но, слава Богу, что, да, Лот это Бог вывел. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе за все, спасибо. Но, дамы и господа, есть открытая форма болезни этой, да, а есть скрытый недуг, скрытая форма болезни, да, которая бессимптомно проходит, многобожия, которая, его даже не сразу не определишь. Вот, и это характерно больше для протестантских церквей, конечно, потому что в православии, в католицизме, там ярко выражено многобожие, очень ярко выраженное. А в протестантских же церквях эта болезнь существует тоже, не надо думать, что это не касается там баптистов, или харизматов, или пятизятников, или адвентистов, или кого-то другого. Я за эти годы общался и общаюсь с христианами десятков разных протестантских конфессий, динаминаций, направлений разных, и в каждой из них я не нашел еще ни одной конфессии такой, где бы не было бы вот этих многобожий, следов многобожия, именно в скрытой форме такой. Но мне, как переболевшему этим недугом, да, имеющему уже иммунитет определенный и нюх уже на этих бесов, этих бесов уже я знаю, уже лично, лицом к лицу, потому что они жили во мне, я служил им. Я сам не понимал того, что, ну, будучи многобожником, человек, он служит бесом, даже сам не понимая того, понимаете ли. Вот такая история, не очень радостная, но надо ее знать тоже. Вот, и главным образом в протестантских церквях многобожие выражается вот именно как вот в остаточных таких явлениях, вот можно назвать это еще остаточными явлениями, не знаю, христианства, христианского многобожия. Вот, когда человек, он не хочет или не может даже один на один выйти с Богом на беседу, а он более, он готов прятаться за опряты, традиции, опять-таки, своей протестантской церкви, баптистской или адвентистской, или харизматической, или писательской. Вот, пастор молится, пастор помолись, братья и сестры помолитесь, вот, но сам лично выйти один на один лицом к лицу с Богом, он, его что-то удерживает постоянно от этого. Вот, и это опять-таки элемент многобожника, вот, или как бы последствия многобожия, будем так говорить, что ли, скрытой формы болезни. Потому что человек, он на самом деле, он более доверяет, получается, другим человекам, вот, и сам лично, одним словом, все, что удерживает отличные встречи с Богом один на один, это грех, это проблема, это очень серьезная проблема. И даже если она благочестивая проблема, она все равно проблема, вид, если даже благочестивая, эта проблема. Вот, и люди порой годами уже верующие, да, в церкви, в протестантской церкви, я много таких верующих знаю и знал, встречаю, и сейчас уже много лет уже верующие, да, в церкви, но все у них вот, вот, от воскресенья к воскресенью, от субботи к субботе. Вот, помолитесь за меня, молитесь те, молитесь те, молитесь те ночи, но сам лично человек, он почему-то не выходит навстречу. Потому что многобожие, это все то, что человек отвлекает от встречи с живым Богом. Но человек свободный от многобожия, он выходит один на один навстречу с Богом живым. Один на один. Встреча с Создателем. И это очень важно, очень важный элемент нашей веры, христианской вообще, истинной веры. Спасибо тебе, Господь, за все, спасибо, спасибо тебе, спасибо. Вот, а само многобожие зародилось в Вавилоне, да, исторически в Вавилоне. Именно там, согласно Библии, как раз вот, когда столб этот строился до небес, чтобы имя себе сделать, да, там, значит, все и зарождалось, в общем-то, в то время. Ой, Господь помилуй, благостави нас. И, друзья, сегодня молюсь о том, этим вечером, да, в завершении вот третьего месяца и в начале уже четвертого месяца библейского календаря, да, молюсь в этом новомесяче сегодняшнем о том, чтобы действительно, чтобы миллионы-миллионы верующих, сотни миллионов верующих, вышли бы один на один с Господом навстречу, на разговор. Инкаутер, вот сейчас слово такое красивое, такое существует, инкаутер. Правда, оно тоже очень часто сейчас употребляется уже не в том значении, которому оно изначально-то, собственно. Инкаутер, как столкновение, встреча. Есть фильм, даже уже не один, по-моему, уже два фильма есть уже, мы смотрели, да, Ин? Только они разные фильмы, но название у них одно, инкаутер называется, как встреча с Богом, встреча с Господом, столкновение с Господом, да. И оба фильма, которые смотрели, один я помню, другой не очень хорошо помню, но там смысл именно такой, что встреча человека и Бога. Есть над чем поразмыслить, Елена пишет, да, слава Богу, слава Богу, святому. Друзья, есть над чем поразмыслить каждому из нас, это сто процентов, все в случае жизни, кровь из Христа, нет ли в этом своего рода какого-то перебора. Ну, перебор может быть во всяком учении, абсолютно, во всем может перебор быть, абсолютно. Как в Украине говорят, что занадто, то на здраво, вот, чего слишком много, то не на пользу. Вот, допустим, да, соль, хорошая вещь, да, но немного, чуть следует, пересолил, уже блюдо нехорошее. Перец, отличная вещь, я, кстати, купил здесь на рынке, на малышка, вот, перец, острый перец. А то я покупал маленькие пакетики, ну, получалось дорого, значит, и они у меня быстро уходят, пакетики такие. А этот уже вот, ну, на месяц хватит, я очень люблю острую пищу просто. И вот острое положил, чуть немного пересыпал, уже вкус теряется, не тот уже вкус совсем. Вот, всему миру должна быть на самом деле. Ну, вот, слава тебе, Господь, спасибо, спасибо тебе за все, спасибо, спасибо, спасибо. Ох, поэтому, да, во имя Иисуса, или кровь Иисуса призывать, кровь Христа, или имя Иисуса призывать, это хорошо, благочестиво, но, с другой стороны, и это может быть, действительно, занадто, это может быть слишком много и неправильно. Что я имею в виду, потому что во имя Иисуса вообще, по-еврейски, да, Бешем и Ишуа, Бешем и Ишуа, Ишуа, это Иисус, да, Ишуа, Ишуа, Иегова Спаситель, Господь Спасающий, Бог Спаситель. И Ишуа, Ихошуа, значит, Бешем во имя, буквально в имени Иисуса, и когда я молюсь во имя Иисуса, то здесь уже, знаете ли, это не просто иметь в виду с именем Иисуса на устах, а в имени Иисуса, буквально в имени Иисуса, то есть, если буквально переводить, то в имени Иисуса. И, понимаете, действительно, братья и сестры, если даже я не скажу этой как бы волшебной формулы, да, потому что для многих христиан это как некая волшебная формула, вот во имя Иисуса, допустим, да, произнести, или там Джизус, допустим, там Иисус, да, Иисус. Нет, это хорошо произносить, это прекрасно, слава богу, это как в видеосалонах в советское время еще, ну, когда уже под конец уже Союза, в конце 80-х там видеосалоны появились как раз, да, и там, значит, переводы были такие гундосы, и переводы были такие вот тупые вообще, на самом деле, как в бочке тупо говорят. Значит, и английский слышно хорошо, вот, и русский, бывало, даже слышно даже хуже, чем английский, вот, и там актеры говорят, ну, по ходу фильма они, Джизус, Джизус, а переводчик переводит, о, черт, о, черт, Алексей Прошак, о, слава Иисусу Христу, Аллилуйя, на веке слава богу святому, Аллилуйя, витаю, витаю, слава господу. Вот, и по-настоящему-то не само волшебство имени Иисуса, не волшебство крови Иисуса Христа, да, слов этих, не волшебство этих слов, а сама суть этих слов важна, сама суть, понимаете ли? Порой человек матом, значит, тебе что-то скажет, но это будет благоставение, а порой скажет из Библии слова, и это будет проклятие, понимаете? Потому что, ну, это как, допустим, на утреннем эфире, там, сестра, да, вот, вы упомянули, там, значит, там, это, значит, я как раз сказал, что взрыв мозга, да, с инсультом упоминание. Но если в это верить, то на самом деле это очень серьезная проблема тогда, значит, в это, если в это, я там потом поразмыслил после эфира, думаю, стоп, если в это верить, что это, что за словами все это прячется, на самом деле можно просто, ну, с ума сойти, реально. Вот, и, значит, но слова, важна сама суть даже, Светлана, здравствуйте, а я не знала, что они имя Иисус переводили как черт, а, хе-хе-хе-хе, в советское время, да, переводили имя Иисус как черт, вот, значит, да, значит, один раз дьявол переводили, а вообще почти всегда чертом переводили почему-то, хотя Джизус и черт, это, как бы, разные вообще, хе-хе-хе, абсолютно, да. Ладно, там еще черт, церковь еще чертом перевести, значит, но Иисуса, ну, просто это к тому, наверное, что перевод не буквальный, а перевод, как бы, культурно, значит, потому что в американской традиции, которая формировалась, народная традиция формировалась на основании Библии, там, если человек пугается, он, даже если он не верующий, он все равно Иисуса вспоминает, потому что там, как бы, значит, Bible Belt, особенно Bible Belt, вот этот, библейский пояс Америки, там в этих штатах, там вообще, там действительно, имя Иисуса всегда проставлялось, и там, поэтому это часть культуры, национальной культуры, будем так говорить, да, в этих штатах библейского пояса Америки, значит, ну и в других штатах тоже, Джизус, Джизус, вот, но в нашей культуре славянской, формировавшейся не на основании Библии, а на основании вот традиций, религий, там и прочее, прочее, актуальнее было вот чертахаться, а не Иисусоваться, будем так говорить, вот, и, но дело опять-таки в чем, что в самой сути, что даже если я не скажу такой, как бы, волшебной формулы, да, во имя Иисуса, все равно это завершается, потому что я знаю, потому что Бог, Он слышит, и Он знает меня, и я знаю Его, вот, и я в Иисусе Христе нахожусь, а Христос во мне находится, вот, ну, даже если я сотни раз буду говорить во имя Иисуса, ничего не колыхнется духовно, не поколышется абсолютно, потому что, если я не буду в Иисусе, а Иисуса не будет во мне, понимаете, то есть, здесь во имя Иисуса, имеется в виду не просто с именем Иисуса на устах, а имеется в виду, согласно, ну, контексту всему библейскому, имеется в виду, что я сам в Нем, в Иисусе, а Иисус во мне находится, То есть не просто с именем Иисуса на устах, а то можно как опозориться, как эти сыновья первосвященника Скеева, которые в деяниях описаны, помните, да, какое позорище было какое. Они там именем, в том числе Иисуса, которого Павел проповедует, заклинали одержимых, представляете, пытались экзорцизмом заниматься таким своим, бесовсизмом. Значит, и что произошло? Там бесы в шоке были. Иисуса знаем, да, Павел известен, а вы кто товарищи вообще? Вы, и вы туда же? Короче, там, ну такое было там, ну это правда не на смеху было там, значит, потому что на людей страх напал, на самом деле, серьезно страх напал даже. И люди книги по чародействию все принесли, представляете, верующие, да, то есть они верующие были, да, уже возрожденные, все христиане, Духа Святого знающие, да, все, значит, да, но у них там на полках хранилось всякое по чародействию. Ну это все-таки бабушкин, это все-таки дедушкин, это память предков, это наше родовое, там, да, это книга заклинаний, да, книга бесовская, но это же все-таки семейная реликвия от отца к сыну переходящего уже там не одно столетие там и прочее, 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 понимаете ли? Но здесь они поняли, это не, это очень серьезно, что имя Иисуса прославляемо и величаемо, да, и они просто принесли все это и на 50 тысяч драфом костер зажгли, представляете, аутодафы сожгли. Ой-ой-ой, да, вот так вот, друзья, дамы и господа, спасибо тебе, Господь, за все, спасибо, 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 благодарствую тебе, Господь, благодарствую. Дети Божьи, дети любви, давайте совершим причастие, Евхаристию, хлебопреломление сегодня также этим вечером, вот, и налейте себе соку, возьмите хлебушка, или если нет сока, то просто воды даже, и когда нет сока, я просто воду использую, обычно просто воду наливаю и совершаю причастие, потому что не качество вина или хлеба является качеством причастия, а качество нашей веры, нашего рассуждения о теле и крови Иисуса Христа. Да, и сегодня, да, вот, тоже у меня вот хлебушек здесь вот, ржаной хлебушек есть, да, вот, и я молюсь, вот, спасибо, Господь тебе за все, спасибо, спасибо, благодарю тебя, благодарю. И опять-таки, само причастие, Евхаристия имеет смысл лишь в любви, вот и дождь пошел уже у нас тоже, да, гроза и дождь, все. И вот как дождь, он и на праведных, и на неправедных людей капает, да, согласно Библии, да, вот, интересно тоже, красивое сравнение, очень красивый образ на всех, абсолютно на всех, вот. И это образ такой вот именно богопознания, бог хочет наполнить землю как богопознанием, как водами. И вот этот дождь изливается, Духа Святаго, Аллилуйя, слава тебе, Господь, спасибо, спасибо. Пусть так же, как вот дождь на всю землю идет сейчас, пусть и действительно богопознанием наполнится вся земля. Избавьтесь немедленно от таких реликвий, друзья, Роза пишет, да. Не, ну, надеюсь-то, по чародейству ни у кого там в загаршниках не хранится ничего. А если есть, помолитесь, просто все это, да, уничтожьте, там, все там, значит, ну, хотя, опять-таки, то, что в деяниях произошло, это не пример для подражания, ни в коем разе, это не должно быть примером таким для подражания. Вот, это отдельный случай, который описан там, значит, да, значит, сейчас у нас совсем другой век уже, другая. Самое важное, чтобы человек, он действительно к этим вещам не прилеплялся и чтобы он погружался в Господа, потому что если он поджигает все свои книги по чародейству, но в Иисуса Христа не будет крещен, какой смысл тогда вообще? Поэтому креститесь во Христа Иисуса, то есть погружайтесь в Него, погружайтесь, пропитываясь им, потому что крещение во имя Иисуса, это не просто обряд водного погружения, да, но это действительно наше пребывание в Нем, погружение в Него и жизнь в Нем, новая жизнь в Нем, в Иисусе Христе. Аллилуйя, слава тебе, Господь Святой, слава, 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 аллилуйя, аллилуйя. Как олень жаждет к водам тихим, так душа моя жаждет к тебе. Ты один лишь желанье сердца жизни свет в моей судьбе. Как олень прагне до потоків, так душа моя прагне тебе. Я желаю тебе сказать, что я так люблю тебя. Ты один моє сердце знаєш, в нього ти любов плываєш. Я желаю тебе сказать, что я так люблю тебя. Ты один моє сердце знаєш, в нього ти любов плываєш. Я желаю тебе сказать, что я так люблю тебя. Слава тебе, Господь! И как дождь сегодня ты дал земле нашей, пусть боговеденем наполнится земля. Да, у нас в Киеве сейчас дождь, такой довольно серьезный, сильный дождь, такой ливень, прям, наверное, ливень, летний ливень. И пусть, вот по этому образу, и земля наполнится боговедением, человеческие сердца, и ты дождь посылаешь на всех, и праведных, и неправедных. И сегодня солнышко светило всем, и добрым, и злым, и всем людям. Это образ твоей любви, которая на всех возливается, и всех согревает нас. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Господь Святой! Слава, слава, слава и пола! Аллилуйя! Спасибо, Господь, спасибо! Спасибо! Благодарю тебя! Благодарю тебя! Да, дождь! Благодарю тебя! 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 Благодарю Тебя, Господь, за святую любовь Твою. Возьмите тоже себе хлебушка, добавите чашу и помолимся, поблагодарим Бога за все, за все, за все. Спасибо Тебе, Господь, за все, спасибо, спасибо. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Отец, Благодарю Тебя, Иисус, Благодарю, О Дух Святой, За все я благодарю, Я Тебя, Господь, люблю. За голову, за кровь, Я Тебя благодарю за воскресенье Твое, За победу Твою, За жизнь вечную, Альдуя, за жизнь бесконечную, За жизнь счастливую, Благодарю. Благодарю Тебя, Отец, Благодарю Тебя, Отец, Благодарю, Отец, Благодарю, Отец, Я все благо дарю, Аллилуйя, Аллилуйя, за жизнь вечную дар твой, божественный дар, во Христе Иисусе Господе нашу, за жизнь бесконечную, Аллилуйя. Жизнь счастливую, пресчастливую, Благодарю Тебя, Отец, Алва, Отча, Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова, Аллилуйя, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Иисус, Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой, Брат мой и Друг мой, Целитель и Освободитель мой. Благодарю, О Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой, Общение мое с Тобой. За все я благодарю, Я Тебя, Господь, люблю. Я Тебя, мой Бог, люблю, И за все благодарю. Слава, слава, слава Тебе, Господь, слава Тебе, Святой, слава, слава, слава. Тело Иисуса Христа, Аминь. Кровь Иисуса Христа, Аминь. Пейте, ешьте, друзья. И Христос в нас, упование, славы Бога, Божьей славы, упование, Аллилуйя. Бога, явление в нашей судьбе, Аллилуйя. Это Иисус в нас, Царствующий, живущий, Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. 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 Аминь, аминь. Бог во Христе, в Иисусе, примирил с собой весь мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам Слово примирения. Великое служение примирения. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава, слава Тебе, Святой, спасенный кровью святой Твоей. Жизнь свою Ты за меня положил, Господь мой, Спаситель мой, брат мой и друг мой. Слава Тебе, слава, слава, слава. Царю царей, Господу господствующих. Слава Тебе, мой Король. Великая честь быть частью Твоего королевства. Слава Тебе, Господь, слава, слава. Аминь, аминь. Аминь, аминь, аминь. Аминь, аминь. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за причастие Божеского Твоего естества. Господь, и в хлебоприловлении это очень ярко выражается действительно. Христос, Ты во мне, а я в Тебе. Бог, Ты живешь в нас и среди нас. Но самое драгоценное, внутри нашего естества, наших сердец. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо Тебе за все. Благодарю Тебя. Благодарю Великое имя Твоего, Царь славы. Аллилуйя. 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 О, Аллилуйя. Слава, слава, слава Тебе, Господь. Слава, слава. Благодать с нами, Господа Иисуса. Аллилуйя. И эта благодать открывает любовь Бога Отца. И делает удивительное чудо. Общение в Духе Святом. Общение Духа Святого. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо за все. Благодарю Тебя. Благодарю. Благоставляю имя Твое. Братья, сестры, да. Всех поздравляю. Благодарю верующих всех, да. Всех. О, да. Всех. Осанно-вышних, да. Богу. И на земле мир. Аминь, аминь, да. Аминь, аминь. Друзья, братья, сестры. О, мы с вами счастливчики на самом деле. Имея жизнь вечную. Спасибо, Господь. Жив Господь и жива душа моя. Аминь, розы пишет. Да, аминь, аминь, аминь. Да, да. Сестры, дорогие братья, любезные, да. Благоставляю всех вас. Поздравляю. Христос в нас, упование и славы. Христос Иисус в нас, верующих. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Созидается храм святой в Господе. Величественный храм. Храм Духа Святого. Аллилуйя. Из живых камней. Стройка тысячелетий. Аллилуйя. На основании апостолов и пророков. Имей краеугольным камнем самого Иисуса Христа. Спасителя нашего. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного самим Богом основания. Аминь, аминь, аминь. Ну и счастливейшие англажи. Да, да, это точно. Да, слава Богу. Так что, да. Благоставляю вас, дети Божьи. Ой, да. Добрый вечер. Вам малятку, да. Любой, хлопчики, девчатку. Детки Божьи. Мальчики, девочки, да. Братья и сестры. Благоставляю. Потому что в глазах Всевышнего, да, мы действительно Его дети. Он наш отец, Он наш родитель. Он все для нас. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава. Слава, слава, слава тебе, Святой. Слава тебе. Слава, слава. Благослови, Господь, вашу семью. Алла пишет. Аминь. Спасибо огромное, сестра. Спасибо. Да, спасибо всем сестрам, братьям. Всем вам спасибо за молитвы, да. Так мне пишет. Жив Господь. Аминь. 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 Да. Я пою благословение на вас, на ваши дома, родных, ближних. Благоставляю вас, ваши семьи, возлюбленные, дети Божьи. Благоставляю сейчас свою семью. Инночка, тебя благоставляю. Деток наших, внучат наших благоставляю. Молюсь и благоставляю, да, Киев, Украину, всю нашу истрадавшуюся землю. Казахстан, Россию, Беларусь, Литву, Израиль, Америку. Все, 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 Италию, Сицилию, всех, всех, братьев, сестер, короче, кто сейчас онлайн и кто подключается. И кто потом в записи будет смотреть, тоже благоставляю вас и ваши городные страны. Благоставляю всю нашу истрадавшуюся землю. Потому что вся тварь, все творение стинает и мучается, ожидает откровения Сынов Божьих. Спасибо, принимаем, благоставляем, Роза пишет. Аминь, аминь. А наипаче благоставляю Израиль, благоставляю Иерусалим больше с вами. Аллилуйя, да, еще польска не сгинела. Аллилуйя. Пане с милуши над нами, Христа с милуши над нами. Аллилуйя, да, польское место красивое, очень, очень красивое. Швенти, 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 обуза за стенку. Пелный сон небеса и жемя хвалы твоей. Да, не получилось у меня в мае быть, к сожалению, из-за карантина в Польше. Служения перенесли все на конец августа, а теперь сообщать даже, скорее всего, на конец года даже. Ну, Господь усмотрит. Господь усмотрит эти евангелизационные служения, потому что они должны были быть многотысячными, с большой рекламой в Польше, но Господь даст возможность, когда собирает большие собрания, то послужу туда в Польше. Да, и благоставляю Израиль, благоставляю Иерусалим, эпицентр всего. Барух, Аллилуйя. Аллилуйя. Алексей, да, Алексей Иванович, слава Богу, да, Барух, да, благословение, да. Баруха Та Адонай, Элогейну Мелеха Олам, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, мирный Израиль, шалом Иерусалим, аминь, аминь, аминь. И сегодняшний вечер, да, это новомесячие, принимаем, Иночка, да, Иночка, шалом, шалом, да, дедки шалом, внучата шалом. Вот, и сегодняшний вечер новомесячие, напоминаю, конец сегодня третьего месяца уже библейского календаря, и начало уже четвертого месяца, да. Аллилуйя. Когда звучат небесные шафары, трубы, Аллилуйя, благословляю, Господь, гряди, Господи Иисусе, возвращайся, Аллилуйя. Да, и когда Иисус воцарится окончательно, да, уже тысячелетнее царство, там в Иерусалиме, там в возрожденном окончательно уже Израиле, О, Аллилуйя, тогда из месяца в месяц будем приходить на поклонение Господу, Богу, Саваофу, из субботы в субботу, но и из месяца в месяц. Новомесячие снова будут, да, праздниками всей земли, не только Израиле. Аллилуйя. Явр, Господи, 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 Гос Панав алейха, вея селеха шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Бешем Иешуа, амошиях, во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Пусть Бог Авраама, Исаака, Израиля, Бог патриархов и пророков, Отец наш и Царь наш, сущий на небесах, да святится имя Его. Благословит народ свой мир. Благослови великий виноградарь. О, великий виноградарь. Благослови виноградник сей, насажденный Твоей рукою. Благослови виноград сей. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе Господь Святой. Слава, 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 слава. Аминь, 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 аминь. Благословляю вас, дети Божьи, благословляю во имя Христа, благословляю. И в новозаветном, да, звучании, это благословение звучит так, что благословил нас Господь, да, осветил, обратил у нас светлое лицо свое, да, и дал нам мир свой божественный. Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо, спасибо. В этой благодати воспеваем Господу. Аллилуйя. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа. Благодать, аллилуйя. Иисуса Христа. Любовь Бога Отца. Любовь Отца. Аллилуйя. И общение Святаго Духа. В Духе Святом общение. Духом Святым общение. С Духом Святым самим общение. Со всеми, со всеми нами. Аминь. Аминь, аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Благодарю Тебя. Благодарю, благословляю, великое имя Твое. Слава Тебе. Аминь. Аминь, аминь. Аминь. Кровью Иисуса Христа спасен. Жертвой Иисуса Христа исцелен. Ранами Иисуса Христа. Да. Прощен. Благословлен. Света пишет, аминь, аминь. Да, спасибо, Света, да. Пусть Бог благостает всех вас, братья и сестры. Обнимаю всех, благоставляю, целую во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. О, спасибо, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Да, у нас вечер. Да. Там у вас уже утро. Земля большая. Земля большая наша, да. И по всей земле досвятится имя Господне. Допроставляется имя Господа Иисуса. Айлуйя. Так что, Джизус, Джизус, Иисус, Иисус, Иешуа, Аллилуйя, Иешуа, Аллилуйя.